МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он расплатился фальшивой купюрой с проводником поезда Москва-Кисловодск. В результате обыска у злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли еще 19 купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Тот факт, что деньги подделаны, подтвердили эксперты-криминалисты. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Фальшивомонетчику грозит до 8 лет лишения свободы и крупный штраф. На 10 дней перекрыта дорога в одном из районов Таганрога. Там прорвало канализацию. Из-за аварийных работ по замене коллектора перекрыли движение автотранспорта по улице Сергея Шила от улицы Транспортной до улицы Ломоносова, а также перекресток Ломоносова-Шила, сообщили в местном водоканале. Ограничения действуют с 13 по 23 марта. Напомню, вчера днем в районе Русского поля произошел порыв коллектора. За считанные минуты канализационная вода разлилась на проезжую часть улиц Чехова, Сызранова и Сергея Шила. 5 миллионов рублей заплатили дончане за незаконное сжигание мусора. О цивилизованном сбавлении от отходов представители Минприроды говорили с предпринимателями и главами муниципалитетов. Найти место, где сейчас сжигают мусор, можно в любой момент через устройство зондирования почвы со встроенным тепловизором. А законное избавление от свалки только поддержат. На совещании обсудили требования к охране атмосферного воздуха, водных ресурсов и зеленых насаждений. Перед главами районов выступил заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков. У каждого района своя специфика. Где-то мы уделяем больше внимания незаконному недропользованию, где-то охране зеленых насаждений и так далее. Задача экологического надзора – это не только пресечение правонарушений, а в первую очередь – это недопущение правонарушений предохранного законодательства. Подобные собрания провели для северо-западных и северо-восточных районов области. В этот раз приехали представители Азовского, Оксайского, Мясниковского, Когольницкого и Октябрьского районов. Всего в этом месяце пройдет 9 совещаний, которые охватят всю область. Премьера фантастического боевика «Фотограф» состоялась в кинотеатре «Большой». Ростовский режиссер Максим Фащенко снял его по мотивам компьютерной игры «Сталкер» и романа «Пикник на обочине братьев Стругацких». Он выпустил уже 4 фильма, но это первый, который появился на широком экране. Главный герой, агент миротворческих сил, попадает в загадочную зону и пытается предотвратить катастрофу мирового масштаба. По словам Максима Фащенко, основная идея – постараться понять, что для человека является большей угрозой – природа или он сам. Фильм создавали только дончане, всего 150 человек. С актерами работал Владимир Рузанов, автор фильма о Ростове «Криминальный папа». Съемки фотографа проходили в Ростове, Мелиховке и около хутора Дугино. 35-минутный фильм появится в Ютубе через несколько месяцев. В ближайшее время фильму предстоит участвовать в нескольких международных фестивалях. В Ростове стартовал прием заявок на кастинг в театральную школу Олега Табакова. Он проходит на базе Ростовского колледжа искусств. Уже приняли 44 заявки, говорит представитель колледжа Виктория Мелихова. Подали заявки Краснодарский, Ставропольский, Край, Санкт-Петербург, даже Удмуртия, Крым, Ростовская область. Из Ростова, из Ростовской области есть детки, которые учатся в театральных студиях, и они идут на отборочный тур. Кастинги в школу Табакова проходят ежегодно в разных городах. Один из первых наборов проходил как раз в Ростове. Школа-интернат для одаренных детей появилась на базе знаменитой табакерки в 2010-м. После четырех лет обучения ее выпускники попадают на стажировку ведущие театры Москвы, в числе которых МХАТ имени Чехова, театр на Покровке, театр Армена Джиграханяна и, естественно, театр Олега Табакова. По словам артиста, принципиальное отличие его актерского колледжа в том, что педагоги сами ездят по стране и отбирают своих будущих учеников. Олег Табаков был убежден, что театр нуждается в самородках из глубинки, а театральному искусству нужно учиться с измальства. Народный артист Советского Союза, педагог и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Параолимпийц из Гукова завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Южной Корее. Горнолыжник Валерий Редкозубов стал призером в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения. Как передает ТАСС, гуковчанин преодолел дистанцию за 2 минуты 17 секунд. На несколько секунд его обогнал испанец, золото завоевал словак. Ранее на играх в Пхенчхане Валерий Редкозубов занял 6-е место в супергиганте. На Параолимпиаде в Сочи донской спортсмен завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, а также бронзу в гигантском слаломе. Нынешние Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Валерий Редкозубов родился в Гукове. В Паралимпийскую сборную России он попал в 2007-м. Четыре года назад был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством четвертой степени. С вами была Наталья Тарасова. Далее слушайте выпуск деловых новостей. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. Донские сельхозпроизводители говорили об успехе российского АПК с Владимиром Путиным. Делегация из Ростовской области приняла участие во Всероссийском форуме в Краснодаре, который посетил и президент, сообщает в Управлении информационной политики правительства Ростовской области. На форуме говорили о развитии АПК предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, о повышении качества жизни сельских жителей, а также работала выставка инновационных разработок и технологических стартапов молодых ученых. В пленарном заседании, где обсуждали факторы успеха российского АПК, импортозамещения и укрепления России на мировых рынках, Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей и напомнил, что за последние 17 лет Россия смогла полностью обеспечить себя основными видами продовольствия. Если еще 20 лет назад наша страна активно закупала зерно за границей, то сегодня Россия – крупнейший экспортер пшеницы. Второе место в мире занимает по поставкам зерновых. Увеличивается экспорт сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы. По словам президента, аграрная отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций и в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Президент поставил ряд задач. По словам первого заместительного губернатора Ростовской области Виктора Кончарова, уже в прошлом году темп роста производства сельскохозяйственной продукции на Дону превысил среднероссийский показатель и составил 107%. Ростовская область по объемам производства зерна, овощей, молока и яиц занимает места в первой пятерке регионов страны. Кроме того, в полтора раза увеличился экспорт продукции Донского АПК по сравнению с 2016 годом и составил более 4 миллиардов долларов США, что по сути половина экспорта Ростовской области. Работа над качеством и конкурентноспособностью продолжается. Стратегию 2030 в сфере жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают на Дону. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Седаш. В процессе разработки и обсуждения стратегии привлечено экспертное сообщество. В него входят руководители организации, представители общественных объединений, научных учреждений и органы власти. Напомню, сейчас в Ростовской области идет процесс обсуждения и формирования стратегии социально-экономического развития региона. Итогом работы должен стать качественный отраслевой раздел, определяющий главные приоритеты развития ЖКХ на долгосрочную перспективу. Стратегия должна быть утверждена к 1 января 2019 года. И о валюте. Доллар стоит 56 рублей 93 копейки, евро 70 рублей 15 копеек. Это были деловые новости на ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 08 49. С вами была Инна Панфилова. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове ночью облачно с прояснениями и без осадков, температура воздуха от минус 4 до минус 6 градусов, в Целине в Таганроге и Азове от минус 3 до минус 5, в Шахтах до минус 8 градусов, в Миллерово и Тарасовском от минус 9 до минус 11, в Вешенской и Бливской до минус 14 градусов, облачно с прояснениями и без осадков, ветер восточный и юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Куцаевский, что в Чердковском районе Ростовской области, ночью ясно и без осадков, температура воздуха от минус 8 до минус 9 градусов, ветер юго-восточный 6 метров в секунду.